В Салихарде на неделе работает международная конференция Ямал нефтегаз 2016. Ежегодно на нее съезжается более 250 участников, свыше 70 топ-менеджеров российских и иностранных нефтегазовых компаний, руководителей регионов, представителей федеральных органов власти, инвесторов, ведущих мировых производителей, технологий и оборудования. На основных дискуссионных секциях конференции будут рассмотрены вопросы о роли нефтегазовой индустрии Ямала на российских и мировых рынках, представят планы и стратегии компаний по развитию текущих и перспективных проектов. Дмитрий Кобылкин заявил в своем выступлении, что Ямалу удается выполнять задачи, поставленные президентом страны. В частности, соблюден баланс между ведением хозяйственной деятельности и сохранением окружающей среды в Арктике. Кроме того, на сегодня Ямал реализует ряд важных для страны проектов. В первую очередь, это северный шелотный ход. А уже в следующем году начнется строительство дороги Баваненкова-Сабьета с примыканием к порту. Без преувеличения могу сказать, что Ямал сегодня переживает промышленно-инфраструктурную революцию. Создаются новые центры нефтегазодобычи, переработки, формируется новая транспортная инфраструктура крайнего севера России. Несмотря на сложный экономический период, здесь открываются новые производства. Компания «Газпромнефть» открыла ворота Арктики. Сибур запустил дополнительные мощности Вангопуровского нефтеперерабатывающего завода. Активное строительство ведется на Ямал-СПГ. Ни один плановый проект не заморожен. Василий Григора уходит с поста председателя Совета ветеранов. Он переезжает жить в Тюмень. Точная дата выборов и кандидаты на место председателя пока неизвестны. Его имя, говорит Григора, жители города узнают уже в конце июня. Нового руководителя этой общественной организации выберут те, кто входит в ее состав. Сам Василий Михайлович должность эту занимал 10 лет. Он активно участвовал в воспитании подрастающего поколения и помогал ветеранам. К сожалению, я уезжаю в другой город, на новое место жительства. Очень рад был общаться с Вашим коллективом. Всегда чувствовал поддержку, взаимосвязь, теплоту Ваших сердец, Вашего отношения. Огромное Вам спасибо. Этим летом в Ноябрьске планируют построить три новые парковки для автомобилей. Самая большая на 200 машиномест появится на улице Городилова. Она растянется от детской центральной поликлиники до нового торгового центра. Стоянка находится в двух шагах от Дворца культуры Русь, что поможет и там решить вопрос с желающими припарковаться перед сеансом в кино. Вторая стоянка развернется рядом с поликлиникой на изыскателей. Она будет рассчитана на 50 мест. А третью на 20 машиномест обустроят напротив отдела МВД по проспекту Мира. Работы запланированы на июль-август этого года. Будет сниматься верхний слой, будет укладка щебнем, будет асфальтирована бетонно-асфальтная работа. Согласно проектных технологий только так будет делаться. Пожарить шашлыки жителям Ноябрьска можно будет на озере Ханто. Там организуют специально оборудованные места для любителей приготовить мясо на свежем воздухе. Всего в окрестностях озера установят 9 площадок для пикника. Тендер на их поставку выиграли умельцы из города Мастеров. Одна зона отдыха обойдется городскому бюджету в сумму чуть более 30 тысяч рублей. В стоимость оборудованного места входит беседка со столом и двумя скамейками и мангал. Пока 9 площадок, возможно будет 10. И все будет зависеть от того, как наши горожане воспримут это. Если это будет очень даже востребовано, наверное, будет принято решение и администрации, в первую очередь города, возможно расширение данных таких подобных мест для активного отдыха. Молодежный проект телеканала «Ноябрьск-24» программа «Фишка» признана одной из лучших в России. В Москве в Останкино подвели итоги фестиваля детского телевидения «Включайся». Этот фестиваль проводит Национальная ассоциация телерадиовещателей при участии телеканала «Карусель». И считается он самым престижным в стране. В конкурсе детских и юношеских телевизионных программ и фильмов участия приняли детские студии. И телекомпании более чем из 80 городов. Это и Москва, Питер, Ярославль, Нижний Новгород, Уфа, Воронеж, Хабаровск, Пермь и многие другие. Участвовали в конкурсе и проекты таких серьезных телеканалов, как «Карусель», «Мульт», «Детский». Всего 282 творческие работы. Из этого огромного количества программ победители определяли только в семи номинациях. Так вот, наша фишка, диплом и статуэтку фестиваля получила в номинации «Не скучай». Это действительно радостная новость для всего коллектива телеканала «Ноябрьск-24». Это не описать словами. Наша команда очень обрадовалась, когда услышала новость, когда нам рассказали о том, что мы выиграли в этом конкурсе, получили номинацию. Мы очень рады и будем в дальнейшем еще больше работать, трудиться, создавать фишку и радовать жителей «Ноябрьска» нашими сюжетами и нашей программой. И это была завершающая информация выпуска. У меня на этом все. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...